Я поделюсь с вами, можно сказать, одной из своих любимых или проповедей моей жизни. Я помню, как однажды, кажется, я думаю, Орел Роберт сказал, если ты проповедь проповел 30 раз, тогда она состоялась. У меня она уже сотая или сто первая. Я думаю, что она давно у меня состоялась. Это проповедь моей жизни, и там я рассказываю больше также свои истории, как я стал и миссионером, и как я стал служителем Божьим. И все, конечно, началось с того, что к нам в Литву, где я родился в городе Вильнюс, приехал в 90-м году замечательный служитель, человек Божий, человек веры, Лестер Саммерл. Я думаю, некоторые из вас слышали, читали, может быть, его книги. Когда ты встречаешься с Божьими людьми, твоя жизнь кардинально меняется, потому что они отлагают в твоем сердце отпечаток, отпечаток веры, отпечаток призвания, посвящения. И вот этот год 90-го, он стал таким вот поворотным в моей судьбе. У нас был вызов в Соединенные Штаты Америки в то время, потому что я родился в христианской семье, мой отец был судим за веру. И поэтому нам, тогда эмигрантам, верующим, и как политически заключенным, также и христианам заключенным давали выезд в Штаты в 90-м году. Но то служение, оно полностью изменило ход моей истории, ход моей жизни. Когда перед тобой стоит человек веры, который посвятил, наверное, свою жизнь полностью Господу, который был на грани смерти, но Бог его вернул к жизни и сделал великим миссионером так, что он потрес и Азию, и Америку, и вообще весь мир обошел несколько раз и создал, может быть, более 200 церквей по всему миру. Он стоит в возрасте около 80 лет и перед тобой плачет, как ребенок. Ты понимаешь, что это не просто он пускает слезу по старости, он пускает слезу, может быть, с глубоким переживанием, с глубокой болью. И он говорит, я видел ад, я видел, как люди падают в ад. Говорит, я был молод, и Бог показал мне дорогу жизни, по которой люди шли и обрывали в пропасть. Они падали в эти огненные языки, и пламя ада брало пачку людей за пачкой людей. Люди царапали лица, рвали волосы, ругались Богу, но уже не могли ничего сделать со своей жизнью. Они шли в вечность потерянными. И потом он говорит, я увидел, как кровь капает с его рук. Иезекииль, 3 глава, поднялась, перед ним было сказано, если ты видишь грешника и не останавливаешь его от грешного пути, его душу, его кровь спрошу с твоих рук. Он говорит, я тогда стал миссионером, и это были, может быть, около 100 лет назад теперь, ну, не 100 лет, 80 или сколько, в прошлом веке. И он стоит рассказать, как он стал великим миссионером с того момента. И мы, будучи молодые проповедники, мы выбежали вперед, чтобы он молился за нас. Когда он возложил руки, я не верю в толкание людей, я почти вообще не возлагаю руки, только лишь для посвящения или благословения. Но в тот момент не он толкнул меня, но просто Дух Святой меня вообще куда-то перенес. Я очнулся, что просто где-то я в облаке нахожусь, и ясно слышу, как Бог говорит мне, время пришло, я посылаю тебе в Армению. Если ты не пойдешь и не начнешь там церковь, кровь армян спрошу с твоих рук. Я не хотел, чтобы кровь Симоняна, Гукосяна, всех Янов капала с моих рук. Я наполнился страхом Божьим. Я поднялся новым человеком оттуда, я порвал свой вызов в Штаты. И поймите, надо быть на самом деле, может быть, чокнутым каким-то, когда у тебя хорошая работа, ты работаешь в ресторане, у тебя достаточно денег, продуктов, когда в 90-х годах ничего не было, пусто на полках, ты обеспечен полностью, ты в Прибалтике живешь. И у тебя еще вызов в Америку есть на постоянное жительство, и ты от всего отказываешься, перешагиваешь через семью, перешагиваешь через родных, перешагиваешь даже через друзей, и через церковь, в которой не веришь, что Бог тебя посылает. И едешь просто в Армению на следующий день. Я уехал в Ереван и начал там церковь. Так я стал миссионером. Так я получил призыв в свою жизнь двигаться с Богом. И, конечно, мы обучались потом, и одни из лучших учителей того времени учили нас. Один из них был также Лестер Санл, который рассказывал, что в 87-м году, когда он был в Юрсалиме, на сильной духовной конференции пошел спать. Вдруг в ночи он проснулся, что весь тресся от Духа Святого. И Бог сказал, записывай, это пророческая ночь. Он говорит, Господи, эта ночь, может быть, утром поговори со мной. Господь сказал, да, моя церковь, она сейчас спит. Она спит, потому что она поет песни, что я скоро приду. Проповедники проповедуют, что я возвращаюсь, но они живут так, как будто я вообще никогда не собираюсь вернуться на землю. И тогда Господь ему сказал, Матфея, 24 глава начала исполняться. Вы должны знать эту главу. Это глава последнего времени. И Бог ему сказал, не пройдет род сей, не пройдет поколение, как все это сбудется, и я вернусь. И когда он говорит такие слова, и ты в молитве слышишь отзыв, когда Дух Божий тебе говорит, Леня, будь готов, я скоро приду. Ты задаешь себе вопрос, как ты встретишь небеса, как ты встретишь Господа, как ты будешь стоять перед Ним. Будет ли тебе стыдно, или ты будешь радостно и улыбаться Ему в лицо. Поэтому я сделал решение о своей жизни. Я буду жить для плода. Я буду жить для того, чтобы мне не было стыдно стоять перед Богом. Сделай решение ты тоже о своей жизни такое, что ты будешь жить для Бога полностью на сто процентов. И тебе не будет стыдно стоять перед Ним. Господь скоро вернется. Иакова, 5 глава, 7 стих говорит о том, что Господь возвращается и земледелие ждет от земли плода. Мы как земля. У нас есть злаки. Внутри нас есть таланты, призвания. Внутри нас есть сокровища. Но может быть и сохшей, пустой землей с одного вида. Но если придет дождь, то тогда земля оживет. Я не говорю, конечно, здесь о сибирских ваших дождиках. У вас тут их так полно, и снега полным-полно. Земля и так пропитана влагой. Но когда ты смотришь в сухую землю, пустыню, когда земля вся потрескалась от зноя, вдруг приходит сезон дождей, и земля оживает. Почему? Потому что дождь производит то, что внутри ей. Я не говорю о дождях с неба, я говорю тебе о зельянии Духа Святого. Я верю, что Он будет в это последнее время. Он и зальется по-особому. И мы оживем, в церкви оживут. Люди будут спасены, города будут изменены. Почему? Потому что внутри нас что-то есть заложенное Богом. Есть дар, есть талант, есть призвание, есть будущность от Бога. И этот Дух Святой, который изливается на нас, Он проявляет то, что есть внутри нас. Так давайте ждать этого дождя, давайте жить для этого дождя, давайте стремиться, чтобы дождь изливался на нас. Может быть, мы имели какие-то капли, но это только капли. Дождь придет, Дух Святой и зальется. Россия живет. Народы будут спасены, города будут возобновлены в пробуждении, в реформации, в святости, в чистоте. Нам нужен дождь, поэтому там дальше сказано, Якова 5 глава 17 стих, Илья был человек подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя 3 года 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Дождь производит плод. Дух Святой производит плоды в нашей жизни. Дарование, призвание открывает будущность и судьбу от Бога. Это работа Духа Святого, который нам нужен. Нам нужен Дух Святой, Церковь. Нам нужны свежие потоки с неба. Нам не нужны какие-то каплики. Нам нужен большой дождь, который изменит нацию, изменит весь этот мир и принесет пробуждение и пришествие Господа. Господь скоро вернется. Иисус возвращается. Аллилуйя! Ну, мне понравилось, как там говорится, 5.17 и Якова. И Илья был человек какой? Подобный нам. И вдруг мои глаза открылись. Илья был человек такой, как я. Илья был такой человек, как ты. Илья был человек, похожий на нас. Это значит, мы похожи на него. Если мы будем смотреть, как он жил, что он делал, и как он получил большой дождь, если мы будем поступать, как он поступал, у нас будет что? Тоже большой дождь. Смотри, как делаю я, поступай, как делаю я, будешь иметь то, что я. Очень просто. Смотри, как делал Илья, поступай, как делал он, и будешь иметь то, что имел он. Он имел дождь. я начал смотреть жизнь Ильи кто он такой был потому что я захотел иметь большой дождь я захотел иметь этот дождь, который придет плод в моей жизни Илья был, во-первых, человек молитвы он помолился он знал, как молиться пойми, дорогой брат и сестра ты не сможешь быть человеком пробуждения без молитвы молитва ключ к пробуждению молитва это встреча с Богом молитва твое духовное дыхание ты бы не сидел здесь бы если бы когда-то не помолился от сердца ты помолился, заново родился ты помолился, обратился к Богу Бог пришел к тебе молитва это связь с Богом молитва это разговор с Богом молитва это хождение с Богом нам нужно быть людьми молитвы нет, я не могу тихо проповедовать мое имя означает молодой лев, Леонид поэтому я должен всегда рычать чтобы все бесы трепетали а народ Божий пробуждался он был человек молитвы все начинается с молитвы полюби молитву полюби молитву не только здесь в Доме Божьем, когда вся церковь полюби свою тайную комнату полюби свои встречи с Богом полюби там, где ты один на один говоришь с Ним может быть лежа в постели может быть за рулем машины может быть в транспорте может быть на рабочем месте полюби разговаривать с Богом Он везде с тобой, но Он окружает тебя Он внутри тебя поэтому разговаривай с Ним и Он будет разговаривать с твоим сердцем и ты будешь слышать в своем разуме Его слова полюби встречи с Богом полюби молитву Он знал, как молиться Он когда молился, ангелы спускались ангелы поднимались Он получал Слово от Бога и прозглашал это Слово полюби, это все придет через молитву это первое, он был человек молитвы второе, он жил в тяжелое время когда было очень тяжело народ отошел от Бога пришли идолы, идолопоклонства ваалы, астарты и он должен был скрываться потому что царь Ахав и Изавель это третий царь, 17 глава они искали убить его они и так убили уже многих пророков они искали его души и он должен был скрыться и Бог ему сказал ты будешь питаться из этого потока а вороны будут приносить тебе хлеб и мясо утром и вечером утром и вечером и вот царю Ахаву жарит армянский хоровас то есть шашлычок, кебаб и вот они уже остывают и Илья кушает с царского стола прямо мяско жаркое и пури, и лаваш, и матнакаш и булочки, и бородинские все к нему утром и вечером доставляют вороны что это значит? номер два это означает Бог твой обеспечиватель ты должен доверять Богу что в любое время может быть в время не только изобилия когда ты полон сил и полуэнергии но так же когда время голода нехватки Бог твой обеспечиватель Он послал меня в Армению не в легкое время да, я мог бы жить прекрасно в Литве в своем доме я мог бы жить, эмигрировать в Америку и заняться бизнесом но Бог сказал поезжай в Армению какую Армению? где война, где голод где конфликт в Карабахе где блокада в Армении где нету света где нету газа благо я раньше был поваром я знал как готовить я закончил кулинарку кулинарной техникой с пятым разрядом крестным дипломом меня сразу взяли в ресторан я знал как готовить поэтому я не мог взять с собой семью потому что жена только что родила ребенка у нас долго не было детей поэтому я знаю как прорваться в деторождении так много получают свидетельств что люди за которых мы молимся они начинают рождать детей потому что это дар Божий для тебя аминь верь в это и вот она, моя жена родила только что первую девочку нашу Эстер звездочку и я должен оставить дом и уехать в Армению я уехал туда один даже не мог ее туда взять в военное тяжелое время было я пошел на рынок купить себе что-то перекусить понимаю что надо что-то сделать какой-то бульон хотя бы денег конечно мало в кармане тяжелое время работы нет ничего нету ну думаю сделаю хотя бы бульон для бульона надо что надо купить какую-то кость чтобы сварить надо лук там морковь картофель все покрышить пришел на рынок торгуешься торгуешься ладно там армянка смотрю по дешевке дает эту самую баранью косточку он конечно собачью подсунул ничего все сварится туда покрышил все кинул и так дома мешаю эту похлебку и сава смотрю туда в нее сам вспоминаю как мамочка по субботам булочки готовила но у мамы был рецепт медовик медовый торт никто так из вас не умеет делать и даже никакая армянка не умеет так делать тонкие-тонкие коржи медовые пропитаны таким кремом что они просто смачивают все и когда ты ложишь кусочек торта в рот он начинает таять его даже кушать меда начинает течь так сладко я вспомнил этот медовый торт у меня слезы покатились я говорю Боже я так соскучился по маминому медовому торту посмотрел на эту похлебку нет лучше я пойду молиться за эту армению голодную я ушел молиться возвращаюсь туда как бродящая собака весь исхудалый доплел свои ноги на кухню думаю съесть эту похлебку чтобы не умереть в этой армении на столе стоит мамин медовый торт я глазам свою не верю отрезаю кусочек кладу в рот и мед потек по моей гортани и слезы этих Бога он живой аллилуйя Бог жив он знает как обеспечить я не знаю какая ворона принесла я один был на кухне когда говорил Богу и никого не было в квартире я говорю Господь я так хочу маминого медового торта и он стоял через пару часов на столе аллилуйя Бог знает как обеспечить не только твои нужды но и твои желания он благой он добрый твой отец второе Бог твой обеспечитель потом он сказал или иди иди там вдова умирает царе Птиседонской вместе с сыном с голоду у них осталось только кость муки и чуть-чуть масла они скоро умрут и он пошел чтобы они не умерли с голода это что означает номер три это когда первое ты человек молитвы второй твой Бог обеспечили третье ты начинаешь служить людям тем что ты пережил ты не можешь людям служить без того что ты пережил мы пережили спасение мы служим спасением мы пережили исцеление мы должны служить исцелением то что Бог нам дал в жизни мы этим служим людям и он приходит в тот дом чтобы дать обеспечение вдове чтобы она не умерла со своим сыном и мука не заканчивается и масло не заканчивается все эти три года и он сохраняет жизнь этой вдове и когда сын ее умирает он воскрешает его из мертвых почему? когда ты служишь людям Бог начинает служить через тебя и чудеса начинают происходить потому что я верю в Бога который творит чудеса знаете, это глупо верить в Бога и не верить в чудеса так много появилось христиан которые верят что есть Бог а в чудеса не верят мы верим в чудеса потому что верим в живого Бога Аллилуйя! и я верю в чудеса потому что верю в Бога живого всемогущего и мои глаза видели чудеса мои глаза видели как на конференции передо мной стояла девушка и у нее сухая высушенная рука и вдруг она оживает и начинает двигаться у девушки ухо вырезали там внутреннее просто только есть и шрам ей там нет ничего и вдруг ухо открывается Бог творит новые уши вдруг я вижу как раковая опухоль как апельсин и она просто исчезает женщина выбегает и плачет и кричит просто шло прославление даже никто не касался ее Бог пришел и коснулся ее и она говорит я не умру я буду жить нету рака Аллилуйя! и когда у нас газ был взорван в Армении я говорил газ иди к нам потому что мы замерзаем и газ начинал гореть и когда нужно было читать Библию свет загорится и свет загорался ты скажешь что такое я не знаю откуда была команда но Бог дает команду кому-то включить газ или свет и у тебя появляется чудо в доме твоем Аллилуйя! мы верим в Бога поэтому верим в чудеса я верю в чудеса потому что верю в живого Бога Аминь! хорошо идем быстро идем я успею еще три служения когда ты служишь людям Бог даст тебе слово о дожде Бог даст тебе слово о Духе Святом Бог даст тебе слово о пробуждении Илья получает слово иди к этому царю царю Ахаву нечестивому царю который хочет тебя убить иди к этому убийце пророков но не бойся у тебя есть слово о дожде сам царь Ахав ищет воду вода везде вода высохла все пусто нету даже рек нет озер он ищет чтобы кони его не сдыхали чтобы не ходить пешком и Илья идет прямо ему навстречу Ахав зарычал на него 3 царств 18 глава это ты смутил мой Израиль это из-за тебя пророк все беды не из-за меня а из-за тебя Ахав из-за идолопоклонства из-за твоей жены Изавель вот откуда все беды в Израиле из-за то что народ обратился к идолам что такое слово идол раньше были статуи Ваала Астарты Зевса и тому подобного теперь у нас может быть дома нет никаких статуй мы не зажигаем свечки Будде или кому-то третьему десять каким-то игрушкам все равно фрукты гниют лучше дайте слушайте Ну что такое слово идол Возьмите словарь и посмотрите значение слова идол Это сильная привязанность к чему-то Это чрезмерная связанность кому-то Наркотики могут стать идолом Блуд может стать идолом Алкоголь может стать идолом Мы говорим да, грехи могут стать идолом Но не только грехи Все может стать идолом Твой бизнес может стать идолом, забрать всю твою энергию, все твое сердце. Твои деньги могут стать идолом. Даже твоя семья, даже твои близкие могут стать идолом. Даже служение может стать идолопоклонством. Почему? Потому что есть заповедь от Бога. Я, Господь, Бог твой, да не будет идолов перед моим лицом. Вот что сказал Господь Саваоф. Он есть Бог, и не должно быть идолов между нами и Богом. Наше сердце должно на сто процентов быть отдано Ему. Тогда не будет идолопоклонства в нашей душе, в нашем сердце. Он стоял перед Ахавом, не боялся нисколько его. Почему? Потому что он имел слово от Бога. После того, как Бог сказал передать церковь в Армении Артуру Симоняну, он послал нас сюда в 96-й, в Новосибирск. Я вообще сибиряк, я жил здесь. Ребята, братья, сестры. Я отсюда, вот, с Дежинского района. Мы тут начинали, и было так трудно, если честно. Когда ты приходишь, и ты пастор, у тебя 1500 человек в церкви, большие конференции, ты уже при погонах, ты уже все, тебе уже портфель носит. А ты приходишь, ты никто, и ты делаешь себя, и на самом деле это хорошо, с высоты, может быть, с князя прийти в грязи. Мы привыкли слышать, что из грязи в князи, но порой из князи надо пойти в грязь. И вот я хожу по улицам Новосибирска, еду на этом трамванчике, чук-чук-чук, до сих пор такие ездят, эти красненькие. Минус 40 даже было. Не было ни машины, ничего, даже церкви толком не было. У меня было просто горстка людей, мы сделали евангелизацию с Каргустовым. Покаялась 4 бабушки, 3 уже на небе, одна осталась живая еще. И одна сестра покаялась. Вот и вся церковь. 96-й год, нет никакого пробуждения, потому что перестройка закончилась. У людей пробуждение только в голове, где достать деньги, как прожить. Рынки, базары, киоски, все кругом в этом городе были. Вспомните, люди думали, как выживать. Экономика вся разрушена, заводы стоят, безработица. Мы ходим с гитарой, Иисус Господь нас перекрещивает, уйдите отсюда. Сектанты, как нас только не обзывали. Мы говорили, нет, мы христиане, вера евангельская, братья и сестры. Мы по домам ходили, ту книжечку подарим детскую, жизнь Иисуса. Придите, мы с детками поработаем. Уйдите вон отсюда, свидетели Иеговы. Мы не еговисты, мы христиане, вера евангельская. Нам никто не верил, никто не каялся. За целый год, 96-го, наверное, ни одного покаяния. Может было давно уже себя похоронить. Может было давно бросить себя, убежать обратно в Армению. Или ехать в Америку, или в Литву к себе. Я помню, когда я падал там, мы жили где-то в Березовой роще, снимали какой-то домик. Первый раз в день заселились, там все хлопало, домовой жил. Надо было вначале домового выгнать, потом только заселяться. Ну, ничего, все нормально. Жили с семьей. Я упал на постель и просто плакал. И говорил, Господи, каждый день дьявол убивает в этом городе людей. Каждый день кто-то от передозировки, от поножовщины, от пьянства. Они просто умирают. Дьявол убивает. Люди идут в ад каждый день. И ни одного покаяния за целый год. Что-то неправильно, что-то не так. Я плакал и плакал в подушку свою. И вдруг однажды в молитве я услышал, как Бог сказал, поставьте. Летом, 97-й год наступал, поставьте палатку. И люди спасутся в ней. Я так воспрял это слово. Вера пришла. Я, конечно, палатку никогда в жизни не ставил. Я ничего не знал. И у нас даже денег не было. Но вдруг какие-то церкви, братья, сетры прислали 600 долларов. Мы купили армейскую палатку, которая не чистилась нигде. Поставили на 100 мест. Но нужно было поставить ее. Бог сказал, возле ДК Чкалова. Хорошее место. Я пошел в администрацию Дежинского района. Миловидная сибирячка такая сидит. Я говорю, так и так, вот наша регистрация. Мы христиане веры евангельской. Дайте нам это место. Мы сделаем фестиваль Иисуса. Я же не понимаю, что такое евангелизация. Мы сделаем фестиваль Иисуса. Концерты будут. С детьми будем работать. Музыку будем преподавать. Дайте нам на целый месяц июль 97-го года это место, где площадь Чкалова. Вдруг это сибирячка? Делается ведьмой сибирской. Такая язва, как начала кричать, я вас выгоню отсюда. Сектанты. И тому подобное. Я говорю, извините, мы не живем под каким-то режимом. Сейчас Россия свободна. Вероисповедание свободна. Мы евангельские христиане. Мы читаем ту же самую Библию. Мы как православные. Она нас выгнала. Вы думаете, ему успокоились? Мы пошли к главе района. Я пришел в Библию, положил руку на Библию и говорю, вы избраны Богом, народом, дай нам это место. Она же прилип к стулу. Говорит, никто меня не избирал, меня Москва поставила. Говорю, не важно, кто тебя поставил. Дай нам это место для хороших мероприятий, для того, чтобы город летом оживал. Хорошие программы мы сделаем для детей. Он говорит, я не против. Он говорит, но я этим не занимаюсь. Звонит, приходит эта ведьма сибирская. Как начала кричать, ругаться. Их надо закрыть, их надо выгнать, их надо проверить. Пришли проверки к нам. Конечно, мы очень нас читали вместе с ними. Всем понравилось. Но мы молились, братья и сестры, как мы молились. Знаете, как мы молились? Потому что время поджимало, я понимал, что даже если Ельцину напишу телеграмму, письмо, что верующих гонят в Сибири, то и он не поможет. Почему? Ни главный губернатор, ни мэр города. Потому что все отправят к ней. Она руководит всем. И поэтому мы молились очень просто за нее. Бог, или ее убери с места, или измени, что невозможно. И когда мы так молились, очень сильно молились, вдруг я услышал в молитве, иди, завтра будет новый человек. Я прихожу такой радостно, открываю двери. Она. Но другой человек, ангел, уже чаек стоит, бараночки лежат, все, пряники, печенечка юбилейная. Заходите, дорогие, я вам всем помогу ради Христа Бога нашего. Я на нее смотрю, Господи, точно ангел сибирский. Вроде бы она, но не она. Новый человек. Она звонит в милицию, говорит, охраняйте палатку. Звонит в пожарную службу, говорит, чтобы там щит поставили пожарный, чтобы, если что, тушили пожарку, то есть палатку. Она говорит этому, ДК Чкалову позвонила директору, дайте бесплатно на целый месяц электричества. И говорит, если у меня получится, я сама приду, когда я в отпуске. Но я постараюсь прийти на вас в фестиваль Иисуса. И мы поставили палатку, и каждый день проводили служение. Она начала наполняться, наполняться, наполняться. И люди спасались не только на служениях, люди идут с работы. Там палатка стоит, фестиваль Иисуса, и музыка звучит. Они заходят, и там Господь спасает их. Аллилуйя. Ночью даже те, кто дежурили, спасали людей. Какой-то сабутырник, ее там женой поругался в общаге. Жена в него ножом там ткнула, он убежал, весь такой идет. Вот жена меня чуть не убила, и его поколи, жену поколи, церковь там служит. Аллилуйя. Бог живой. Когда есть Слово от Бога, ты можешь стоять перед самим сатаной, нисколько не бояться. Потому что не ты стоишь, а Божье Слово стоит. Бог стоит через тебя. Илья имел Слово о дожде и сказал, дождь придет. Собирай весь народ, на гору кормил. Собирай всех пророков валовых, пророков астартовых. Пришло 850 лжепророков. И весь народ израильский собрался на гору кормил. Он сказал, вас так много этих пророков валовых, 450 и еще 400 астарты. Вы сделаете первый жертвенник своему валу. Прыгайте, скакайте, там что хотите, делайте. Если вал, если идол живой, пусть огонь даст. Но сами не подкладывайте. Они скакали, они себя резали. Мир беснуется, но огня нету в сердце. Не важно, чем мир будет заниматься. Нету огня удовлетворения внутри. Только Бог может зажечь огонь истины в сердце. Только Бог может послать чистее, мягкое, доброе сердце и прикосновение с неба. Только Бог может дать поцелуй с неба тебе прямо в сердце. Вал не может это сделать. Не было ни слуха, ни духу. Илья не боялся, что они делают. Он просто смеялся, говорит, громче орите. Они орали, они себя кололи, кровь лилась. И ничего не было, ни слуху, ни духу. И потом говорит, теперь наступает мое время. Кто там у вас играет, мое время наступает проповедовать. Это было начало проповеди. Вот и сама проповедь. Третье царство, 18.30. Открываем Третье царство, 18 глава, 30 стих. Тогда сказал пророк Илья, подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. И он стал восстанавливать жертвенник Господу. И взял Илья 12 камней по числу корен сынов Якова, которому сказал Господь, так, Израиль будет имя Твое. И построил из этих камней жертвенник во имя Господа. И сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в две саты зерен. И положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова. Кто-то поможет мне. Мы будем сейчас строить с вами жертвенник. Почему? Объясняю. Потому что уши слушают, а глаза запоминают. Поэтому даже если вы забудете, глаза вам напомню, что вы видели. Первое, что он сделал, он взял камни. Камни. Что такое камень? Камень – это твердый материал, на котором строят дома. Невозможно строить свой дом на песке, на глине. Невозможно. Реки, землетрясения, ветра – все сдует и разрушат. Камень – это фундамент. Что такое духовно означает для нас камень? Иисус сказал однажды, кто слушает Мое Слово и не исполняет, вот его песок. Но кто слушает Мое Слово и живет по Нему, вот его камень, тот на твердом основании. Поймите, весь мир, он создан. Все, что мы видим вокруг, это тоже кто-то создал, сделали люди. Но все работает по правилам. Микрофоны работают по правилам. Даже гитара твоя работает по правилам. Машины ездят по правилам. Дороги построены по правилам. Что, если не будет в Новосибирске правил? Хаосы, аварии будут. Дома строятся по закону. Космос движется по закону космоса. Бог все создал, чтобы был закон. Но когда есть нарушение закона, тогда и аварии, тогда и несчастья. Вот книга закона. Вот книга правил твоей жизни. Здесь написано все, что создано. Здесь написано, как строить семью, как строить церковь, как строить бизнес, как строить общество. Здесь все уже прописано черным по белому. Полюби эту книгу. Эту книгу. Люди страдали в этой стране. Мой отец был судим за Библию, то, что перевозил с Польши в Литву, чтобы распространить Евангелие в те сталинские времена. Почему? Потому что дьявол боится этой книги. Дьявол ненавидит Библию, потому что она открывает правила жизни. Как правильно жить. Как иметь твердые основания. Полюби Библию. Вот что такое камень. Это слово. Это слово. Не хлебом одним ты будешь жить, но всяким словом. Когда утром просыпаешься, тебе не надо армянского кофе, и ты погнал потом по кочкам. Нет, тебе нужно слово. Открыл глаза и сказал, Бог, напитай меня на этот день. Дай хотя бы один стих. Дай хотя бы одно предложение. Дай хотя бы одну главу, чтобы я думал об этом. Чтобы я жил этим словом весь день. Тогда у тебя фундамент. Тогда ничто тебя не поколеблет. Никакой несчастный случай. Никакие плохие новости тебя не испугают. У тебя есть слово. Вот что такое камень. Он сделал потом ров. Это что означает? Это граница. В то время города все обносились рвом от неприятеля. Это показалось ров. Это граница. Когда ты обращаешься к слову. Слово обращается к тебе и делает границу. Между святой жизнью и грязной жизнью. Я не верю, что можно жить свято и грязно вместе и христианину. Мы не можем одной ногой быть в мире, одной ногой в церкви. Я верю в святую церковь. Я верю в освященную церковь. Я верю в пробужденную церковь. Я верю в церковь, где есть святой дух. Это ров. Избери чистую жизнь по доброй совести. Потом он взял дрова. Что такое дрова? Это материал, который горит. Раньше все делали на дровах. И обогревали, и готовили. Это вера. Она должна быть горящей. Она должна зажигать других. Есть совместная вера, когда вместе полено горит. Мы должны быть горящими христианами в огне. Это вера. В кого? В Господа Иисуса Христа. Который был рассечен за наши грехи. Это телец рассеченный. Это его алая кровь. Он построил жертвенник. Но ничего не случилось. Не было огня. Я начал думать. Вроде бы жертвенник Богу построен. Может быть даже в нашем сердце, в наших домах, в церквях. Почему порой я езжу по церквям, и порой нету огня Божьего в церкви? Почему порой служители высыхают? Почему? Потому что что-то еще не сделано, что нужно было сделать. И вот что он начал дальше делать. Хотя все правильно. Слово есть. Чистая жизнь есть. Вера в Иисуса есть. Но огня нету. Потому что надо что-то еще сделать. Читаем дальше. Тридцать. Четвертый стих. И сказал, наполните четыре ведра воды. И выливайте на всежигаемую жертву надрыва. Потом он сказал, повторите. И они по второй раз сделали. И сказал, сделайте в третий раз. И они сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника. И ров наполнился водой. Они все пришли с водой на гору Кормил. Вы живете в Сибири, где очень повышенная влажность. Но есть сухие места. Израиль. Пустыня. Там климат обезваживает организм. Он забирает воду из тела. Наше тело имеет около 80% жидкости. Но когда сухо и жарко, вода уходит от нас. И нужно восполнять всегда наш организм водою. Поэтому они все пришли с водой. У них были мехи. Ну, фляги или бутылки по-нашему. Они стояли и пили. Жара. Сколько не было дождя, скажите? Три с половиной года. Ни одной капли с неба. Все озера высохли. И рек больше нету. Земля потрескалась. Голод. Засуха. Пустыня. Зной. Они все нуждались в воде. И стоит пророк и говорит. Выливай свою нужду. Вот в эти ведра. Выливай. Что они делали, когда понесли воду? Они выливали свою нужду. На жертвенник. Где твоя нужда? Не у тебя уже. Там. Можешь ли ты собрать эту нужду сейчас? Нет. Она смешалась с кровью тельца. Она полилась в ров. Нет твоей больше нужды. Она на жертвеннике. Почему так много нужд у братьев, у сестер? Почему так много нужд в церквях? Семейные нужды. Финансовые нужды. Нужды по отношениям. Братья трескаются. Отношений порой нету. Дети в мир уходят. Почему болезни, как болячки всякие, пристают к нам? Почему так много нужд? Мы идем в церковь, да, мы молимся. Говорим, Господи, исцели. Господь, помоги. И у нас каждое служение. Есть мешок с молитвами, записками. И потом те же самые нужды, те же самые платки. И дальше, в следующую неделю. Почему? Может быть, надо вылить на жертвенник? Знаете, что такое-то? Когда ты отдаешь на жертвенник, ты теряешь свою нужду. Она не твоя. О ней не надо больше думать. О ней не надо беспокоиться. Не надо просыпаться, вспоминать о ней. А если она напомнился, она не моя. Она на жертвеннике. Потому что Господь сказал, возложи на меня. Я позабочусь о тебе. Позволь Богу заботиться о тебе. Хватит с такой головой ходить. Идти в церковь и после служения. И утром просыпаться со страхами, с переживаниями, с депрессиями. Хватит! Возложи на него свою нужду. Он жил твоей жизнью. Он знает все скорби земли. Он знает все искушения. И он знает, как пройти и победить. Поэтому он сказал, не заботься ни о чем. Ни о чем. Не переживай. Бог не дал нам заповедь заботиться. Но кому-то Он дал эту заповедь. Кому? Завтрашнему дню. Ибо довольно для каждого дня своей заботы. Вот почему пришла пословица. Утро вечера мудренее. Ты ложись с такой головой. И потом помолился в своей подушке. Говорит, Господь, я даю тебе. Не буду я больше бояться. Не буду переживать. Просыпайся, и мозги светлые. И вдруг день решает все проблемы. И думаешь, и чего я с ума сходил? И чего я боялся? Так, кажется, все просто. Бог сказал дню позаботиться. Но когда мы не даем Богу, то тогда день не может заботиться о нас. Мы сами, как белка в колесе, заботимся о своих делах, о своих проблемах. И хотим решить, решить. А они все накапливаются и давят на нас. Возложи свои заботы. Заботы на Него. Скажи, Бог тебе отдаю. И отрекаюсь бояться, переживать и думать, и заботиться. Аминь. Но он сказал, второй раз сделайте это. Что это значит второй раз? Во время войны или во время голода, когда нету работ, когда предприятия закрыты, людям уже жить надо, денег мало, то тогда работает бартер, обмен. Можно вещи обменивать на другие вещи. И я видел это в Армении. Люди выходили, не было у них чего-то, но что-то приносили из дома, картину, или что-то там, даже ковер, и могли менять еще на что-то, на какие-то продукты. Это бартер. В то время, когда была засуха, самое дорогое, что было? Вода. Люди работали на воду. Это были их рубли, это было их евро, это были их доллары. Они получали воду, и на воду могли менять все. Это было самое дорогое. Это были их деньги. Стоит пророк и говорит, выливай его. Чего? Деньги хочешь, церковь? Бог не хочет твоих денег, Он хочет твое сердце. А твое сердце, там, где твои деньги. Все очень просто. Когда мы ничего не даем, значит, мы себе оставляем, значит, мы показываем, что, Господи, Ты у меня только на устах, но не в сердце. Но когда ты идешь и жертвуешь, приносишь свои десятины, даяния, помогаешь бедным, сироте, вдове, поддерживаешь слабых, ты показываешь, Бог, мое сердце доброе, как твое, мое сердце мягкое, как твое, я жертвенный, как ты, Отец мой. Ты все равно никогда Бога не сможешь обогнать в даянии, и Бог никогда не будет должником тебе. Ты Ему даешь ложечку, у тебя лопата и благословение. Ты мой ведерком, у тебя коры там благословение. Бог в толку не остается. Кто посеет человек, кто и пожнет. Бог меня учил еще тогда, в 85-м году, даянию. Я не читал ни одной книги, у меня не было ни одной проповеди о десятине. Вдруг сердце расположилось давать. Давать. Из благодарности. Это не закон. Мы читаем часто Малахия, проклят народ, если не принесет десятины, да мы не под проклятиями, братьями и сестры. Это был старым взглядом, все проклятия на кресте закончились. Иисус дал нам жизнь в благодати, в благословении. Нам не надо людей пугать десятинами, что не принесешь, будешь проклят. Мы не под проклятием, но нам нельзя быть жадными. Нам нельзя быть эгоистами. Нам нельзя быть гордецами. Мы должны быть добрыми и верными. Да сам Отец Небесный исследовать стопам Авраама. Тогда не было десять заповедей, тогда не было Моисея еще, но Авраам из благодарности, из веры своей, кто Бог его обеспечивает, кто Бог дал ему победу, он дал десятую часть, и Мелхасидек благословил его. И Иисус под чину Мелхасидека благословляет тебя, когда ты из веры, из благодарности приносишь свою десятину. Бог не говорит, 90 дай. Что больше, 90 или 10? 90 – это почти вся сумма. Какие-то 10%. Ты больше раньше тратил на наркотики, на алкоголь, на разгульную жизнь, а теперь так жим-жим работаешь, а так жалко работы. Не жалей, приноси с радостью, с благодарностью. Бог, Ты дал мне мозги, Ты дал мне силу, Ты дал мне работу. Спасибо, папа! Я буду поддерживать сироту и вдову. Я буду добрым, как Ты. И я даю, а Ты воздаешь. Аллилуйя! Аминь! Вот что такое. Они понесли, они понесли свою десятину, они понесли свои пожертвования, и они выливали. Это были их деньги. Стоит пророк и говорит, мало, а третий раз. Вообще обнаглел. Это не были, поймите, это не были сибиряки добрые, я знаю, вначале вы суровые по лицу, я тоже такой, сразу знаю, что я Сибири. Но сердца у нас добрые, мы пельменями угостим, мы сядем за столой, чаек выпьем с пряночками, с юбилейным печеньем. Это не были сибиряки, это не были армяне, на показуху, которые делают что-то. Это были евреи, они никогда все сразу не дают. Они дали половину, половину оставили. Я про неверующих говорил, не про верующих, правда, потом обидится армяне на меня, я тоже армянин в сердце. Я говорю про нации. Еврейский народ никогда все сразу не дает. Они дали половину, половину оставили, а дали половину, еще половину, одна треть у них осталась, и это была их жизнь. И они понимали, если мы сейчас все выльем, мы умрем здесь, мы даже с горы не спустимся, зной, жара, наши тела потеряют влагу. До дому так далеко, кому-то идти 15, кому-то может быть 150 километров, мы не дойдем до дому, но мы оставили себе, рассчитав все шаги. Кто, будем идти? По глоточку, и дойдем до дома, а дома вода-то есть. Но стоит пророк и говорит, выливай все, выливай, что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я жизнь свою отдал? Да. Ты хочешь, чтобы я здесь умер? Да. Хочу, чтобы все померли, чтобы воскресли, чтобы ваш дух был воскрешен, чтобы душа была воскрешена, чтобы тела были крепкими, сильными. Он говорил о духовной жизни. Выливай, и они пошли, не знаю, сколько людей. Кто-то хотел сделать глоток, он сказал, нет, нет, я иду и вылью свою жизнь до конца на жертвенник. И они выливали, выливали свою жизнь последней капли. Знаете, что это означало? Бог, если ты не дашь дождя, свежего, чистой воды, мы здесь все умрем на горе Кормил. Мы нуждаемся в твоем дожде. Они отдавали свою воду, чтобы получить его воду. Они отдавали свою жизнь, чтобы наполниться его жизнью. Я знаю, о чем я говорю, дорогие. Прославление поднимитесь, пожалуйста. Я вырос в верующей семье. Я даже в детстве был наполнен Духом Святым. Было такое сильное движение в Таллине. Вы, наверное, не знаете, это были 70-е годы и конец Ольвистов, где Дух Святой так сильно двигался в Эстонии. Люди больных, коллег везли со всего Советского Союза. Там чудеса происходили. Там очередь была в церковь, чтобы попасть. В то время коммунизма, когда верующих сажали в тюрьму, ничто не могли остановить Дух Божий. Я наполнился тогда этим Духом Божьим. Но я имел девушку неверующую. Она не верила в Бога. Я ушел с ней в мир. Я стал гулять, выпивать, драться, потом спорт. И вот я в сборной Литвы, вот я по карате, и вот я в десантных войсках здесь, в Забакальском округе, там чуть-чуть дальше еще за Читой. И вот я крутой десантник. Леня смелый, прыгает с парашюта, дерется каждый день, готовимся к Афгану. И мое сердце стало таким жестким, таким злым. Я стал любить, бить людей. Гордое сердце, надменное, злое. Бить так, чтобы кровь лилась, бить так, чтобы человек падал с одного удара. И я стал слышать голоса, и видеть картины, что я должен сделать плохое. Я просто слышал, и видел, ударь так. И когда я был в руках этих демонов, мои кишки запутались на тренировке. Мне стало больно, рвоты, желчь, пролежал всю ночь в своей коптерке. В субботу, нету ни офицеров, ни врачей, наша десантная бригада стоит в сопках, город далеко. Я добрел до дозорета, пролежал весь день, мучаясь, нет никого. В воскресенье. Знаете, у нас порой гордость даже мешает обратиться, ведь я крутой. Я там почти старшина в роте, держу всю роту, в кулаке. Я как-нибудь выживу, выкарабкаюсь. Не выкарабкайся ты без Бога. Смерть стала приходить. В воскресенье. Трое дней, трое суток. Я без присмотра, с мертвыми кишками, заворот кишок, остановления, непроходимость. Я лежу и начинаю умирать. Случайно, говорят, главврач, военный врач, начальник лазарета приходит, подходит ко мне. Это воскресенье вечером в 11-12 ночи. Чего он туда пришел? Просто Бог его привел. Как бы случайно, но нет случайности. Он смотрит и говорит, солдатик, этой ночью ты умрешь. Твои родители получат цинковый гроб. Я так не хотел умирать. Я хотел жить. У меня даже девушка верующая была. Я ей писал письма, думал, после армии поженюсь на ней. Я не хотел умирать, я хотел жить. Меня положили на операционный стол, разделили, подготовили к операции. Они там сами готовили руки, все эти приспособления медицинские. А я стал умирать на столе. Я боролся со смертью. Вам, верующим, не надо бояться смерти. К вам она не придет. Она приходит грешникам, к нам приходят ангелы забрать на небеса. Но когда я умирал, ко мне дух смерти пришел. Я боролся, я убеждал, что я сильный, я спортсмен, три раза в день тренируюсь, прыгаю с парашютом, так далее. Я десантник. Ничего не помогло, ни гипноз, ни самовнушение. Думал, врач поможет. Нет, нисколько не мог помочь. Я просто знал, что жизнь моя пришла к концу, а мне только 19. И мое сердце остановилось. Медбрат, который держал пульс, сказал, он умер. Они не успели даже резать. Они так все испугались. Давай делать искусственное дыхание. Не было никакой аппаратуры медицинской. Просто какой-то лазарет весь в дырках. Они делают искусственное дыхание. Я мертвый. Но душа, она вечна. Некоторые видят туннель, некоторые видят небеса, кто-то видит ад. Что видел я? Когда сердце стало, когда не было дыхания, вдруг мои грехи пошли перед моими глазами. И они так меня пугали. Я видел те вещи, которые не хотел вспоминать. Я думал, что все забыто, скрыто, никто не знает. Вдруг они стали. Я понял, я виновен. Я грешник. Я стал проваливаться во тьму. Как моя душа кричала к Богу. Она просто вопиала, Боже, если можешь, помилуй меня. Я обещаю, я вернусь с армии, покаюсь и буду тебе служить. Почему я стою перед вами? Потому что я никогда не забываю, кто меня помиловал, кто вернул меня к жизни. Это не моя сила, это не способность врачей. Это Бог милосердный, который не хочет смерти грешника. Он не хочет смерти твоего сына, твоей дочери. Он не хочет смерти отступника. Он не хочет смерти грешника. Он хочет дать жизнь. Жизнь свою вечную. Он вернул меня к жизни. Как мне не посвятить свою жизнь тому, кто подарил мне жизнь и дал мне небеса и жизнь вечную свою. Вот что такое вылить воду. Это знаете что? Это посвятить свою жизнь до конца Господу. Тогда ты наполнил его жизнью. Давайте поднимемся наши ноги. И только после этого когда они вылили последнюю воду, последние свои капли, вылили свою жизнь на жертвенник. Только после этого Илья, пророк, начал молиться и говорить Господи Божий Аврамов, Исааков и Израилев допознают в этот день, допознают народ, что ты Бог. И я, твой слуга, сделал все по твоему слову. Услышь меня, Господи! Услышь меня! И да обратится их сердце к тебе, и допознают они, что ты один Бог. И упал огонь с неба, и пожрал жертву, и трава, и камни, и воду, которую во рве. И народ упал на лицо свое и воскликнул, Господь есть Бог наш! Господь есть Бог наш! О, мой Господь, ты есть Бог наш! Ты есть Бог неба и земли! Ты есть Творец всей вселенной, и ты спаситель наш! Ты есть сама любовь, ты есть искупитель! Обрати их сердце к тебе! Все сделано по слову Твоему! Услышь меня! Услышь меня, Господь! Почему огонь упал? Потому что был построен жертвенник всесожжения. У Израиля были разные жертвенники. С некоторых жертвенников они даже могли взять себе какую-то часть. Но когда была жертва всесожжения, что сначала все сжигалось, то есть все посвящалось. И в этой жертве люди показывали, мы себя посвящаем Тебе, Господь, как Ты себя отдал нам, мы себя отдаем Тебе. Это жертва всесожжения, это жертва посвящения. И всегда на жертву посвящения приходит огонь пробуждения. Вот куда падает огонь, когда мы посвящаем свою жизнь заново и заново Богу. Я понимаю, что здесь стоят люди, которые посвятили свою жизнь, может быть, 10, а кто-то 15 лет назад, а кто-то, может быть, год назад, а кто-то пару месяцев назад. Но послушайте, дорогие мои братья и сестры, Израиль должен был строить жертвенник посвящения не раз в году, не раз в десятилетку, а каждый день, каждый вечер у них должен был быть жертвенник всесожжения, на котором был огонь пробуждения. Хочешь церковь пробуждения? Тебе нужен, во-первых, не дождь, а огонь. Дождь потом пришел, но дождя не будет, пока вначале жертвенника не будет, пока вначале огонь не упадет. Но когда огонь падает, тогда смелость приходит. Тогда он заколол всех этих пророков, мы людей не колем, мы людей не изгоняем, мы людей не убиваем, мы бесов изгоняем, вот, мы больных исцеляем во имя Христа. Потому что мы в огне, потому что мы горим Божьим огнем. Когда огонь, тогда пробуждение, тогда смелость, тогда дарование. И только после этого он поднялся на гору, кормил и сказал, я слышу шум дождя, и может быть, как маленькое облако, как ладонь пришла, а потом дождь большой, и тучи, и ветер. И земля ожила, и принесла плоды свои. Кто из вас хочет плодов? Кто хочет из вас жить для Бога? Кто из вас хочет пережить большое излияние Духа Святого? Надо вначале строить жертвенник посвященник. Строить его постоянно. Я никогда не забываю, откуда Бог меня взял. Здесь есть люди, которые Бог вытащил прямо из могилы. Здесь есть люди, которые выбыли на грани смерти от передозировки, а некоторые даже имели несколько раз. Но Бог помиловал вас по своей великой любви. Так не стоит ли свою жизнь посвятить Ему до конца и сказать, Бог, Ты меня так помиловал, от ада спас. Я посвящаю себя заново, 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 опять и опять. И тогда конь приходит, тогда сухость уходит, тогда пробуждение горит в Твоем сердце, мой брат и сестра. Нам надо строить жертвенник, жертвенник посвящения, на который придет огонь, освящение и пробуждение. Я вызываю вас вперед. Кто хочет обновить свое посвящение, выходи, когда мы поем, когда мы поклоняемся. Выходи и становись здесь впереди. У меня есть слово для Тебя, Господа. Выходи и скажи, я заново, я заново посвящаю свою жизнь Тебе. Я строю жизнь, и Ты со мной, и верность Твоя, верность Твоя. Иисус Христос лишь только в Нем. Раз, раз, раз. Надежда моя. Он Твоя надежда. Надежда моя. Он Твоя крепость. Он Твоя сила. Он Твой огонь пробуждения. Я строю жизнь, и Ты со мной. Он с Тобою. И верность Твоя. Он Тебя миловал и ждал. Верность Твоя. Он Тебя любит. Он Тебя охраняет. Иисус Христос лишь только в Нем. Только в Нем. Надежда моя. Надежда моя. Я строю жизнь, Господи. Я строю жертвенник посвящения в Своем сердце, в Своем доме, в церкви, в служении. Я верю в Твое Слово. Я буду питаться им каждый день. Я буду стараться чисто жить. Веру в Тебя хранить, Иисус. Я посвящаю Господь Тебе. Я даю все свои нужды. Забери. Я отказываюсь бояться, суетиться, переживать. Начни в молитве давать то, в чем Ты нуждаешься. Отдавай свою проблему, свою нужду, свою заботу. Отдавай Ему. Он здесь. Он Тебя слышит. Молись, отдавай. Отдавай. Отдавай и своего сердца, и своей души. Отдавай Ему. Говори, Господь, она не моя. Я Тебе отдаю ее. Скажи, Господь, спасибо Тебе за работу. Спасибо Тебе за дело рук моих, за мозги, за финансы. Я буду добрым, я буду жертвенным. Я буду приносить свои десятины пожертвований в дом Твой, чтобы в доме была пища, духовная пища, чтобы поддерживать сироту, в дому бедных, обестоленных. Я буду благим, как Ты, Отец Небесный. И сейчас скажи эти слова. Самое дорогое, что есть у меня, это жизнь. Я даю ее Тебе. Не моя воля, а Твоя да будет. Не того, что я хочу, а то, что Ты хочешь да исполниться. Я посвящаю свою жизнь Тебе заново. Возьми, возьми, Господь, в свои руки мою жизнь, мое дыхание. Иисус Христос, Ты жизнь моя. Открывай сердце, начинай молиться. Наполняйся Его Духом. Он здесь. Он коснется Тебя. Дух свежести. Дух свежести. Сойти до этого места. Ты меня не покинешь. Завди их сердца. Огонь прийти. Огонь, сойти до них. Пусть они горят. Пусть горят их сердца. Пусть горят их души. Ты к небу подниму. Я из души в небо. Ты меня не покинешь. Ты меня не оставишь. Огонь, сойти до них. Дух Божьей огня, уходи. Упади, как только ты можешь упасть. Зажги, как только ты можешь зажечь. Нужни твои сгорают. Не бойся. Благословение идет тебе. Радуйся. Жизнь твоя в окне, Духа. Дух Божьей огня, уходи. Огонь, сойти до них. Благословение идет тебе. Упади до них. В тупости. Ей, ей, ей. Привернесу тебе хвалу. Хвалу. Ты меня не покинешь. Ты меня не оставишь. Дух свежести приходит сюда. Свежий елей. Свежее помазание сходит на тебя. Кто-то будет переживать его присутствие, его дрожь, его прикосновения. Кто-то из вас проснулся утром с головной болью. У кого это она есть, подними руку. Возложи свою руку на голову. Отец Небесный, во имя Иисуса, ее предоставляю эту власть, которую ты дал. Я говорю, головной боли во имя Иисуса, прекратись. Уйди, боль. Головная боль, прекратись. Во имя Иисуса. У кого-то мигрень во имя Иисуса, ты перестаешь быть. Боль, вот, она уходит, во имя Иисуса. Будь исцелена, исцелись. Ты пойдешь домой без всякой боли. Не будешь радоваться, пить дома чай и славить Бога. Боль уходит. Кто-то остыл в вере. Но есть живая вера, когда ты посвящаешь себя заново Богу. Вдруг приходит тогда ревность. Я буду жить. Я буду любить Слово. Я буду свидетельствовать. Я буду помогать людям. Я буду молиться за больных. Просто посвяти себя заново Ему. Вспомни, как ты давал обеты. Вспомни, когда ты каялся. Вспомни, когда ты посвящал себя Богу. И скажу, Бог, я хочу опять этого огня. Я хочу опять этого огня. Зажги мое сердце страстью. Твоей небесной любовью. Зажги мое сердце. Твоим огнем веры, силой. Зажги, проси, огонь сходит на тебя опять. Поднимай руки и начинай славить. Поднимай. Огонь сходит. Принесу тебе хвалу. Ты меня не покинешь. Ты меня не остави. Иисус. Руки к небу подниму. Огонь сходит. Огонь сходит. Принесу тебе хвалу. Огонь сходит. Ты меня не покинешь. Ты меня не остави. Иисус. 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 И Слово начнет оживать. Вера начнет больше и больше наполнять. Сила Духа будет посещать тебя. Ты захочешь свидетельствовать. Ты захочешь исцелять. Ты захочешь изгонять демонов. Ты захочешь нести Евангелие. Ты захочешь чисто, свято жить Свежесть приходит тебе Откликайся на те позывные Которые Бог даст тебе в твоем доме Во имя Иисуса Аминь